всех приветствую я присоединяюсь сегодня к марафону здоровья и рада вам показать и рассказать как заквашивать капусту поехали заквашивать капусту будем особым способом там секретный компонент это ржаная мука она способствует ферментации потому что зерно изначально обсеменено молочнокислыми бактериями и хлебопекарными дрожжами и когда зерно произрастает из земли она как раз из земли и обсеменяется значит этой микрофлорой и она будет способствовать сквашиванию капусты и она будет нагнетать более высокую кислотность более высокой кислотности у нас не выживают патогенная микрофлора не выживают споры плесени и соответственно когда сквашивается капуста она богата огромным спектром разнообразных кислот и в том числе витамина c мы начнем с того что мы подготовим емкость где будет сквашиваться капуста и мы сразу же добавим секретный компонент это ржаную муку буквально немножечко припорошим дно емкости муку мы прикрываем верхними листьями и теперь мы начинаем шинковать капусту для этого мы используем терку современную это очень удобно в старину использовали сечку так называемый это такой топорик такой емкости шинковали в деревянный касаемо пропорции моркови к капусте это исключительно история про вкусовщину кому-то нравится более белая капуста где морковки совсем немного или вовсе ее нет можно положить клюкву яблочки бруснику яблоки предпочтительно брать зимних сортов что-то типа антоновки и тогда у нас будет квашеная капуста вместе с мочеными яблоками мы покупаем отдаем предпочтение капусте белокочаны с белыми листьями сорт слава мы добавляем соль здесь два процента соли к весу именно капусты и добавляем морковку наша задача сейчас перемешать капусту и морковь но сильно мы ее не сжимаем пошел сок теперь мы перекладываем капусту с морковью с солью в подготовленную миску теперь мы эту капусту утрамбуем но не сильно и накроем сверху крупными верхними листьями наша задача закрыть поверхность ферментируем и капусты от загрязнения из воздуха мы кладем поверх тарелку и ставим грузик это может быть трехлитровая банка с водой до 3 килограмма больше не нужно на восьмой день когда капуста наша будет готова мы ее перекладываем в емкость для хранения это может быть банка с крышкой и убираем в холодильник и в холодильнике она может находиться месяц и больше примерно при температуре 5-6 цельсия польза квашеной капусты состоит в том что она богата витаминами минералами а также содержит большое количество клетчатки так как квашеная капуста это ферментированный продукт она содержит большое количество молочнокислых бактерий которые положительно влияют на микрофлору нашего кишечника а также выделяют линолевую кислоту которая способствует профилактике развития как опухолевых так и сердечно-сосудистых заболеваний учитывая низкую калорийность квашеная капуста может стать отличным компонентом любой диеты противопоказаниями к употреблению квашеной капусты является обострение желудочно-кишечных заболеваний и наличие артериальной гипертензии в анамнезе ввиду большого количества соли для того чтобы уменьшить содержание соли перед подачей квашеную капусту рекомендуют промыть от рассола спустя 8 дней капуста готова приятного аппетита субтитры создавал DimaTorzok